Около сотни сотрудников крупной Павлодарской проектной компании больше четырех месяцев не получают заработную плату. Квалифицированные инженеры и дизайнеры работают над проектом по реконструкции крупнейшего энергопроизводителя Казахстана Экибастузской ГРЭС-1. Почему помочь им не могут даже инспекторы по труду, расскажет Илья Рыбин. Вот уже несколько месяцев инженеры, проектировщики и дизайнеры вместо разработок архитектурных планов строят планы по выбиванию собственных зарплат. Год назад компания, в которой они работают, получила крупный заказ на модернизацию энергоблока Экибастузской ГРЭС. Сто специалистов сразу же приступили к работам. Однако вот уже четыре месяца они не получают ни копейки от генподрядчика карагандинской фирмы, которая и выступила заказчиком. Сейчас мы на данный момент работаем на Экибастузскую ГРЭС-1, энергоблок номер 2. Но вот они мотивируют, что те не выплачивают им, они не выплачивают нам. Ну то есть какое-то такое колесо ответов как таковых нет, до сих пор не последовало. Свою работу эти люди выполняют качественно и в срок. Основной контингент проектной организации – это молодые семьи. Многие не знают, на что покупать продукты, не говоря уже о погашении задолженности по ипотеке. Четыре месяца не получаем заработную плату, залезли в долги, кредит, Новый год наносу, детям подарки надо брать. И так самим что-то на стол. Операцию ребенку делать надо. Опять придется кредит брать. Несколько раз люди обращались к генподрядчику, но в администрации компании о проблемах повладарцев и слышать не хотят. А местное руководство разводит руками. Мол, нанимателю несколько раз выставляли счета об оплате, но деньги так и не поступили. Исковые требования выставляются по погашению задолженности. И, соответственно, когда эти вопросы решатся, то задолженность по зарплате будет заплачена. Отчаявшиеся работники обили пороги всех госучреждений в поисках правды. Но даже в управлении труда заявляют, что пока никаких мер принять не могут из-за действующего моратория на проверку малого и среднего бизнеса. Мы не имеем возможности проверить. Данный указ уточил силу 1 января 2015 года. После 1 января 2015 года, пожалуйста, могут обращаться. Иными словами, сотрудники компании пока не смогут получить поддержку даже от надзорного органа. Людям советуют просто ждать. Тем временем уже написали заявление по собственному желанию около 40 человек. Остальные не теряют надежды и готовят иск в суд. Илья Рыбин, Марат Тимуров, Информбюро, Павлодарская область.